сегодня первое разминочное упражнение для тех кто играет занимается меньше полугода на трубе или работает над коррекцией постановки если у вас нет свободной ноты фа второй октавы хорошей свободной ноты фа второй октавы тогда эта разминка вам подойдет глобально это в общем то просто расходящиеся ноты из центра он например играем ноту соль затем играем соль до это для того нужно чтобы губы немножко пришли в себя поэтому играем соль первой октавы и затем до первой октавы после каждой нотки или каждой фразы мы делаем паузу обязательно паузу там 10 секунд может быть 20 секунд как я говорил это не вредно для разминки вот если пауз нет то это может быть очень сыграть плохую роль поэтому обязательно делайте паузы после каждой фразы сыграли соль до дальше вот этот принцип происходящихся нот мы играем соль затем соль четверть фа 4 четверти затем соль фа и тянем нотку ми и так далее спускаемся вниз до ноты до первой октавы или до си или ля в малой октаве если у вас эти ноты берутся хорошо то можно спуститься туда дальше следующая фраза соответственно от ноты соль опять же первой октавы мы берем как центр не от до первой октавы как часто бывает центральной делают до первой октавы мы спускаемся от соль 1 октавы играем опять соль идем наверх соль четверть ля 4 четверти соль ля четвертями дальше си 4 четверти и так далее поднимаемся уже в обратную сторону до ноты ре второй октавы то есть играем до потом играем ре соответственно каждый раз прибавляя по нотке выше ре второй октавы на первые пару-тройку минут играть нет необходимости это тоже не очень полезно если вы только начинаете то губы вас скорее всего не очень себя будет комфортно чувствовать если вы будете постоянно играть выше поэтому сыграли это упражнение отдохнули пару минут и тогда уже играете второе упражнение сегодня мы остановимся на первом упражнении какие здесь важны у нас вопросы во первых это упражнение нужно для того чтобы выстроить так я так называю внутреннюю внутреннюю клавиатуру то есть мы должны найти позицию каждой ноты соответственно почему это упражнение для начинающих потому что если вы не начинающий то у вас уже по идее все эти ноты вы должны в них четко попадать пока мы начинаем играть или у нас идет коррекция постановки соответственно позиции сбиваются все нот и тоже нужно эти позиции найти каждую позицию каждой ноты сыграю как это звучит первое что нужно важно это обратить внимание на вдох считаем если это было бы удобно тоже если вы будете считать себе берем вдох на одну четверть и после этого играем ноту без атаки языка почему без атаки языка потому что когда вы не можете сыграть без атаки ноту сразу чтобы она зазвучала вы не сможете сыграть ее и с атакой поэтому обязательно начинайте ноту без атаки свободно и соответственно еще рассчитаем раз два три вдох хороший и выдох сразу без атаки звук идет для того чтобы вы могли контролировать когда вы начинаете эту ноту когда вы ее начинаете не тогда когда она сама получится я ее выдаю там как-то нам и вот она получилась нет она должна получаться именно тогда когда вы этого хотите раз два три три дальше отнимаем мы штука обязательно играем соль до я держу сейчас даже первую ноту две четверти то есть можно две подержать не нужно никуда спешить счет нужен для того чтобы вы четко в нужное время начинали ноту и чтобы вы хорошо брали вдох в нужном темпе в котором вы хотите а так принципе первую ноту наверно даже лучше держать две четверти то есть соответственно это будет выглядеть не так вот так вот да здесь две здесь две но это не принципиально наша задача на этих нотах на первой ноте почувствовать воздух почувствовать дыхание что вы играете на опоре это вторая задача этого упражнения чтобы вы почувствовали опору этого дыхания дальше то есть первый у нас это вдох второе это начало ноты без языка и третье как мы эту ноту держим то есть как мы эти ноты держим даже да то есть у нас должен быть здесь постоянный непрерывный поток воздуха мы должны следить чтобы все это было на одном звуке на одном потоке без скачков без рывков и последнее это окончание ноты как мы эту ноту заканчиваем последнюю ноту как мы заканчиваем она заканчивается аккуратно не должно быть затыков никаких в конце то есть вот так не должно быть ну я сейчас играю собственно говоря каждое каждую фразу я играю паузы я делаю за счет того что я что-то говорю соответственно когда вы играете вам тоже нужно делать эти паузы просто можете что-то поучить там посмотреть пальцы на следующую фразу если вы только прям совсем начинаете заниматься то есть вы что-то делаете на будущее и даже когда отдыхаете затык то есть либо губы сжимаются либо вы языком затыкаете щель и то и то плохо и как правило на ну во-первых это не очень красиво звучит и любая нота когда вы ее затыкаете в конце она будет звучать тяжело внимательность по поводу правильности исполнения часто не заморачиваются и играют упражнения ну так типа вроде бы нормально и что там ничего сложного нет собственно что в этом упражнении сложного да мы играем все в первой октаве ничего сложного нет ну там во вторую немножко совсем уходим но если вы здесь не обращаете внимание на мелочи всякие разные то сначала это прокатывает вроде бы все нормально но когда начинает повышаться задачи повышаться нагрузки то все это вылезает и тогда уже все эти проблемы начинают возникать уже более явно и тогда уже приходится делать выбор либо вы играете так мучаетесь и в общем то не растете больше ну то есть некуда расти все наступает лимит либо вы начинаете переучиваться переучиваться как вы понимаете сложнее гораздо чем учиться изначально поэтому лучше все проблемы сразу решать на корню а для этого выполняйте те рекомендации которые я сегодня вам и рассказал то есть прямо разделите у себя в голове по действиям это упражнение кажется очень но и есть реально очень простое но есть вещи которые нужно у себя в голове разделить сначала это вдох то есть вы прям играете думать так я должен вдохнуть затем второе что я должен подать воздух третье я веду этот воздух и четвертое как у меня закончится этот поток воздуха и таким образом мы тренируем вдох тренируем легкость начала звукоизлечения смотрим затем как мы этот звук ведем и смотрим затем чтобы он у нас аккуратненько спокойненько закончился все это вам затем поможет красиво играть на трубе красиво играть музыку звуковедение это вообще одна из основополагающих как условий до чтобы музыка на трубе звучало красиво когда у нас вся фраза льется они когда мы каждую нотку есть такая тема как мышечная память и если вы играете постоянно ноты мимо не в фокусе то не только уши привыкают играть мимо но и губы привыкают играть мимо и соответственно из-за этого потом возникает куча сложностей а если человек играет ноты не в фокусе то у вас начинается техника развиваться вы технически владеете инструментом лучше но если нота не фокусе это всегда звучит так как будто на трубе играет ученик есть много вариантов разминок каждый выбирает для себя подходящую зависит от опять же от вашего уровня и от ваших задач если стандартную разминку и не начинающим то мне нравится разминка джеймса с темпа и обычно ее играют в сокращенном варианте и на самом деле я наверное тоже советовал бы играть и если это первое что вы играете когда берете инструмент я бы тоже советовал играть ее в сокращенном варианте потому что она в полную она звучит довольно длинной фразой и губы если еще не согреты то лучше в общем это слишком сразу так их такой длинной фразы нагружать целиком звучит она так то есть эта фраза практически на все дыхание и и она немножко но длинная для начала в сокращенном варианте мы просто играем первую фразу из этого из этой большой фразы дальше собственно суть та же самая опять же мы идем от какого-то центра и постепенно проходим все нотки и при этом опять же следим за тем чтобы постоянно звук был ровный поток воздуха контроль воздуха это самое главное при игре на трубе если вы этому научитесь то у вас будет звучать все красиво все переходы будут красивые плавные и вас будет слушать приятно это упражнение в принципе соответствует также правилу если у вас коррекция постановки то нужно играть ноты из среднего регистра в нижней то есть не играть нижний регистр отдельно делитесь вашим опытом в комментариях какие разминки вы используете как это влияет на вашу игру также я скоро буду выкладывать другие упражнения с таким же разбором анализом поэтому подписывайтесь на канал жмите на колокольчик рядом с кнопкой подписки чтобы не пропустить эти видео и если вам понравилось сегодняшнее видео ставьте лайк и до новых встреч